К другим темам. Хитрить не стоит. Об этом получателям регулярных пособий напоминают сотрудники пенсионного фонда. Речь идет о людях, которым платят деньги из бюджета федеральной структуры, но при этом они не живут на Ямале. А некоторые и в стране-то появляются очень редко, хоть и обладают пропиской в Новом Уренгое. Проще говоря, северные пенсионеры имеют право на увеличение пособия лишь в том случае, если они фактически находятся на территории города или округа. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Пенсионеров, которые не живут на севере, но тут прописаны, ждут не совсем приятные изменения. Это касается тех, кто получает увеличенные за счет районного коэффициента выплаты. Сегодня эта проблема приобрела серьезный масштаб. Немало тех, кто зарегистрирован в Новоуренгойском отделении пенсионного фонда, но фактически давно покинул город и Ямал, но продолжает получать северную пенсию. А это прямое нарушение закона. Факты, устанавливаемые именно пенсионным фондом в части ненахождения, непроживания пенсионерами по месту жительства, месту регистрации, которые являются обязательным условием для применения повышенного районного коэффициента в ряде пенсий при отсутствии определенного стажа. Это является основанием для инициирования проверки со стороны пенсионного фонда и наказания. Проще говоря, пенсия может уменьшиться ровно на величину этого самого коэффициента, то есть в полтора раза, либо ее выплату совсем приостановят, если человек живет в другом государстве, как правило, в бывших союзных республиках. Кроме того, вопросы возникают при оплате проезда таких людей к месту отдыха и обратно. Многие пользуются этой льготой весьма своеобразно, как правило, чтобы приехать в город с большой земли по личным делам. Очень часто сдают только, скажем так, один вид документа, либо нам сдают такие билеты, по которым место отдыха просматривается как Новоуренгой. А по факту мы видим, что человек едет, предположим, допускаем, откуда-то в Москву, Москва, Новоуренгой, потом Новоуренгой, Москва и Москва далее. То есть Новоуренгой – это не место отдыха, это место жительства. Поэтому мы компенсируем проезд только к месту отдыха. Специалисты пенсионного фонда активно работают с такими клиентами. Тем, кто уже решил, что не планирует в преклонном возрасте оставаться в городе, сотрудники федеральной структуры советуют их уведомить об этом своевременно. В противном случае санкции последуют. Павел Прожогин, Юрий Зенов, Служба новостей, Импульс.